Традиционные семейные ценности обсуждала нижегородская молодежь и ведущие эксперты города на встрече из Борского клуба в Кремле. По мнению экспертов, России необходимо сохранять и защищать устои многонациональной страны. Сегодня мы видим, сколько молодежи стремится к карьере, нежели к созданию семьи и воспитанию детей. Демографическая ситуация в нашей стране не самая лучшая, и тот обвал, который был в 90-х годах, пока еще не компенсировался. У нас в каждой семье один ребенок, где-то два, и за редким исключением три больше. А должно быть, конечно, три больше, и за редким исключением ближе к десяти, как это было раньше. В молодежной палате организовали проект «Осоздавай семью». Школьникам и студентам устраивают лекции, где рассказывают, как правильно выбрать партнера для жизни, о молодых семьях, их правах и привилегиях. Надеемся, что как-то ситуация будет исправляться, и те идеалы европейские, которые, на мой взгляд, неприемлемы никак для нашей страны, они, конечно, могут быть, мы должны о них знать, об этом не нужно закрываться от кого-то, но все-таки мы должны придерживаться наших каких-то традиций и наших ценностей базовых. Практикующий психолог объяснила, какие разрушительные процессы происходят с психикой ребенка в нетрадиционных семьях. Обязательно, например, такие семьи, прежде чем они соединялись, обязательно проводилось через психологическое тестирование, потому что, я вам говорю, очень много ложных ориентирований. Это важнейшая проблема, потому что одно дело, там искалеченная психика взрослых, а другое дело искалеченная психика ни в чем не повинных детей, которые страдают от этого. Поэтому, конечно, такое быть не должно, то есть общество, государство должно стоять на защиту традиционных семейных ценностей. Продолжение следует...